С родственниками? С родственниками? Со взрослыми людьми как быть? Знаете, я вам одну вещь скажу. Самое лучшее — это понять одну вещь. Вот смотрите, внимательно слушайте меня. Сейчас очень важный момент. Есть только два типа общения между людьми. Два типа общения. Один тип общения — уважительное. Это когда тебя человек хочет слушать. А другой тип — не уважительное, когда человек тебя не хочет слушать. И вот сейчас услышите меня. Я важную вещь сейчас скажу. Вот если человек тебя не хочет слушать, не хочет слушать, хоть ты его считаешь родственником, хоть даже ты его считаешь своей половиной жизни, хоть ты его считаешь самым близким человеком в своей жизни, у вас с этим человеком нет отношений. Нет отношений. Нет отношений. Внешний есть, внутри нет. И это значит, не надо с ним никак разговаривать. Разговаривайте с ним просто так, как вы можете. Это называется формальная беседа. Ну, у вас есть сын, допустим, да, с которым у вас нет отношений. Разговаривайте с ним формальной беседой. Потому что вы ему не поможете. Не поможете. Теперь у вас вопрос возникает, а почему же вам все-таки хочется с ним по-другому разговаривать? Есть две причины. Первая и главная причина, потому что вы хотите им наслаждаться. Как мать наслаждается сыном? Она наслаждается его судьбой. Мать как наслаждается сыном? Когда у нее в жизни все хорошо, правильно, она наслаждается. Когда у нее в жизни все неправильно, она страдает. Все. То есть причина ваша первая, почему вы хотите ему помочь, это ваш эгоизм. И вторая причина, почему вы хотите ему помочь, когда он с вами разговаривать не хочет, заключается в незнании того, что так нельзя делать. Если человек не хочет вас слышать, все. Вы его не трогаете. Даже если он английский, вам не винный, это тяжело не трогать такого человека, но это единственный путь, приводящий в победу. Почему? Потому что, когда вы его не трогаете, это и есть любовь, это уже бескористие по отношению к ним. И это по этому поводу рассказывает, что самый лучший способ воспитания какие? Как птица помогает птенцам. Птенец что делает? Лезет из гнезда. И что там дальше происходит? Он разбивается и погибает. Что птица делает? А просто его назад так раз и все. Она орет на него, скотина в это время, ничего не соображаешь. Лезет из гнезда. Я тебя устроил. Бога уставает. Делает что-то, нет такое? Она просто раз его крылышком назад. Он раз назад опять лезет. Она опять крылышком. И так сидит она все время. Раз, раз, раз. Это называется любовь. Теперь, кошка, когда котенок не туда лезет куда-то, что она делает? Она за шкирку, берет его зубами и лезет куда надо. Так, котенок, который на дорогу бежит, надо взять его за руку и просто повезти куда надо. Почему? Потому что он неразумный. Неразумный просто. Все. В чем любовь проявляется? Не трогать его. Теперь вы скажете, а как же воспитывать, как же сделать так, чтобы ребенок начал понимать как надо. А вот это уже очень длительный процесс отношений, который идет от нелюбви к любви. И это отношение строится вот здесь. Надо садиться перед святым человеком, молиться ему и потом желать удачи своему ребенку, чтобы у него все в жизни было хорошо. Отдавать ему свои благословения. И с сердцем его устанавливать чистые отношения. Хотя в сердце на его тупость у вас будет обида, разочарование. Думать, вот дурак. Что же с ним делать? Ничего не надо делать. Надо отдавать ему силу любви. Потому что знания к чему-то приходят только через любовь. Чем больше вы любви ему дадите через молитву, тем больше у него будет знания. Чем больше любви, тем больше знаний. Чем больше любви, тем больше знаний. Дальше следующий этап. А потом между вами наступает ниточка. А между мной и тобой ниточка завяжется. Ниточка наступает отношения к любви. Ручей в любви начинает течь. И он подходит к вам и говорит. Мама, а чего это ты все время с ним ушлишь? Никогда не спрашивал. Тут подошел. Почему? Потому что отношения нашлись. Так и Клариечка. Маленький ручей в потек отношениях. И вы сразу угадите его. и все, ему все сгнание сразу да? или нет? нет, а что вы скажете? а? послушай сам да, да, послушай сам мой хороший я не хочу тебя навязывать хочешь узнать, послушай сам или хорошую вещь слушаю ну не надо много говорить, просто чуть-чуть потому что человек не готов много слышать ручьев маленький еще чуть-чуть это называется воспитание когда есть отношение когда нет отношения, что является воспитанием? две вещи, первая вещь правильное поведение по совести родителей делает правильное поведение детей потому что они копируют есть один американский ученый американский ученый, великий ученый американский знаете, у него какая фамилия? психолог у него фамилия Бандура он такой американский как это одна москвистая по анекдоту ходит девушка, вы москвичка москвичка а шоу ну то есть бомбин вот такой американский ученый вот чисто американец, чистокровный вот и он этот чистокровный американец ну то есть украинец американского происхождения или наоборот американец украинского вот он серьезные исследования провел в психологии и он работал с детьми и он показывал детям определенную куклу такую интересную которая что-то делала одно а говорила совсем другое и дети копировали не слова куклы а поведение только поведение ни один ребенок не реагировал на слова когда по факту что оставалось у детей после этого события только поведение больше ничего он пришел к выводу что дети никогда не реагируют к словам они реагируют только на то как себя человек ведет в жизни понятная система итак первое что родители должны делать честно жить рядом с детьми и второе что они делать должны они должны в своем сердце устанавливать с ними отношения любви прощать их просить прощения останавливать отношения любви до тех пор пока ребенок не подойдет и не скажет крошка сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо и что такое плохо вот когда ребенок спросит вас мама как мне вот это делать правильно это значит что ручеек потек и в это время надо ненавязчиво сказать сынок правильно вот так значит делать что правильно он будет делать сразу нет теперь вопрос а надо наказывать надо обязательно обязательно но как со спокойным сердцем поставили угол и пошли заниматься культурами и девочку тоже можно в угол ставить девочку да бить не надо в угол ставить можно мальчику можно шлепать по заднему месту а еще и ответ шлепать по заднему месту значит неправильно нет она не вырастет разумным человеком шлепать девочку сестра маму ничего не понял то же самое то же самое то же самое посылаем любовь не трогаем до тех пор пока не установится отношения а может они не установятся вообще никогда любовь посылать означает сначала в сердце потом служить подарки дарить заботиться как-то что-то сделать хорошее для человека если у него не возникает желания отношений значит что у вас тяжелая карма непреодолимая значит поменьше общайтесь нет возможности понимаете мы не знаем поможем мы человеку или нет мы не боги надо так думать о себе я могу к вам помочь тому кому я могу помочь вот если у меня устанавливается отношение значит Господь хочет чтобы я помог я помогаю как я могу помочь только если человек слушает теперь как мы должны себя вести всегда слушать всегда слушать люди нам что-то говорят надо слушать чувствуете что это злоба просто злоба дальше ушки можно закрыть и все это не нектар огибаем и идем дальше пишем нектар если человек как любви говорит слушаем дальше это нектар все никаких выводов враг друг не надо рассуждать просто нектар и нектар все мы хотим служить а здесь нечему служить нет отношений видите или есть отношения уважения или мы просто не играем в эти игры и все близкий человек далекий теперь вопрос вы скажете не получается Олег Геннадьевич хочется ему сказать всю правду это ваши проблемы значит получите блог потом назад и все спасибо за просмотр и все спасибо за просмотр